Партнеры, сегодня мы собрались по очень значимому историческому событию, который для многих действий имеет очень важное личное, профессиональное значение. Почему? Потому что ровно 15 лет назад группа из местных бизнес-ассоциаций решили объединиться или стать, задать такую начальную точку для создания вот этой общей организации, которая может выступать единым голосом в бизнесе. Почему это было важно? Потому что мы действительно первый раз поверили в себя, как бизнес, после объединения разных, зачастую на друг друга не похожих, бизнес-ассоциаций, бизнес-организаций вокруг реформы налогового кодекса, который инициировал при первом президенте Крестской Республики Аскар Академ. Тогда был альянс на справедливое налогообложение, я напомню. Тогда я впервые познакомился с многим бизнесом. И тогда бизнес-организации, бизнес-ассоциации сказали, что это хорошего. И тогда было предложено, а почему бы нам не создать такое объединение, которое может поддерживать друг друга. Трудные моменты, хорошие моменты. И чтобы мы могли взаимодействовать с госорганами как единый голос. Тогда у нас было не больше 11 организаций, которые согласились объединиться. И тогда молодому, горящему, с горячим сердцем сказали, ну, если ты инициировал, тогда и флаг тебе в руки. Я очень благодарен всем вам, всем, кем, кто не сегодня не здесь, но тогда поверил и доверился. И вот прошло 15 лет. Сегодня и вы, и я, может быть, не так уж молод. Но тогда, я помню, было очень интересно. Работа была живая. Действительно, мы много что сделали, и сегодня об этом вы узнаете. И так совпало, что 15-летие совпало с избранием нового руководителя Национального альянса инициаций. Ивану Дмитриевичу мы сказали сегодня, что вот десятый по счету. Посмотрите на меня, кто не видел, я долго буду еще вам надоедать. Если позвоню или там как-то приду, чтобы уж не выгнали, так сказать, нет. Ой, Иван Дмитриевич. Ой, Иван Дмитриевич. Конечно, меня очень радует энергетика, порыв, который у нас еще есть. Я думаю, что у вас все получится. Ну, а сейчас, как бы, не отходя от кассы, давайте дадим слово гостям, которые сегодня пришли к нам. Мы приглашали многих, но я так думаю, что все-таки день рабочий. Многие госорганы, как всегда, имеют предпланированные заседания. Кого-то, может быть, просто не получилось. Но у нас сегодня есть первое, что это мы будем дать слово, это диалоговая площадка между государством и бизнесом, который изначально, где НАБУ участвовал, это Совет по развитию бизнеса, инвестиции в Кабмине. В лице Асанова Бахтея Кадайзевича, вам слово, первое. Он пришел вместо Балерии Кумашечко-Учинома, к сожалению, он не смог, и вот направил к нам батута. Добрый вечер, рад, что вы как-то сказали, что вы были в России. Я только хотел отметить эту организацию, потому что она правильно созданная была организация. Так как я скажу как гипонист, гипонадин, хотел бы принести какие-то схожие, схожие организации, которые существуют в Европе, называется Федерация Королевских Организаций, где членами являются более тысячи и более компаний, более ста ассоциаций, которые еще истинно-региональные, которые называются ассоциацией. То есть смысл этой организации в том, чтобы объединить именно ассоциации, которые там ассоциальными, много, каждый, так сказать, по своему направлению, по своему сектору работают в плане, обобщающая организация, именно с момента организации, с опросового опера, она приобрела очень большой план, именно цель развития экономики. То есть она была единственным голосом бизнеса в том, что в России, и, действительно, мне тоже хотелось, чтобы я полагаю, что в России надо тоже говорить о том, что мы не обидели, не обидели, а ассоциации, ассоциации, ассоциаций именно целью является это обидели экономики, ведь это просто бизнес. Но самое важное, что это организация, мне кажется, для устойчивости. То есть это не такая, что надо, главное, устойчивая организация, не как-то может быть иформирована, что это может быть, для устойчивости, потому что все-таки членство в Лунарии можно принимает, что мы имеем в виду для председателя настоящего проекта, что есть CEO, председатель управления, которые могут быть финансированы. Эти технологические организаторы могут быть финансируют, Возможно, в начале работы, когда начало работы, все зависит от И это именно опыт, японский опыт, когда приходят в существующие теоретические стадии проблемных мыслях, то есть организация какого-то на общество придет в себя тоже. И в связи с этим меня отмечают с миссией. Спасибо. Площадка инвестсовета нам знакома. Мы будем ее усиливать, расширять и использовать для наших общих целей по защите бизнеса и продвижению бизнеса. Спасибо. Спасибо большое. У нас есть также гость из Генеральной прокуратуры, да? Я пару слов скажу. Мы с Генеральной прокуратурой очень тесно всегда работаем. Во-первых, по двум вопросам. Первый вопрос – это защита права, да? От незаконных и неопостных проверок. Второй вопрос – это была очень сильная у нас инициатива по антикоррупционной. Я тогда помню, что именно по, по-моему, Стамбульскому какому-то круглому столу ОСМ, по-моему, Генпрокуратура является как бы… И вот тогда Генпрокуратура была очень активной. Я помню, мы очень часто участвовали на их заседаниях. Генпрокуратура была на наших, и мы совместно проводили работу по комплаенсу. И Генпрокуратура была частью, кстати, инициативы по созданию спутного моксмена. Вы тогда даже в вашем сайте ездили в Киев, посмотрите, как они работают там. Так что, Генпрокуратура, вы что-то хотите сказать? Ваш полно? Нет, можно пригласить, я… Значит, я пару слов скажу. Нет, ну, если товарищ… Я представляю Генпрокуратуру управления по защите прав предпринимателей, да? Мы с ними знакомы. Ну, я скажу, коротко, ну, во-первых, подавляюсь 15 летим, альянс. А теперь можно сказать, что мы всего созданы год и дат. Относили нам, как бы, на полное управление, когда мы определенной силой внутри Генпрокуратуры были сконцентрированы на защиту занимательства. Сейчас мы стараемся подходить, мы, в принципе, постоянно работаем. Мы на посадках встречаемся. Ну, работа идет, в принципе, тесно. И… Зачастую… Индивидуально бывает. Как говорится, будем все работать. Сэр, спасибо. Вот Иван Дмитриевич будет вашим основным. Да, я могу сегодня сказать, что я пришел сюда не из пустого места. 17 лет я руковожу ассоциацией таможенных брокеров. Спасибо. И мы уже тесно работаем с этим отделом прокуратуры, где действительно защищают бизнес. Я думаю, что наш опыт будет пропагандироваться. Их цели задачи ясны. Надо немножко имидж менять, потому что наши правоохранительные органы всегда там ассоциируются с каким-то там давлением. А этот отдел, он как раз идет с нами в одном русле, в одном ключе. Мы будем достигать задачи. Я обязуюсь часто их навещать, давать им повод для работы, так сказать. И потом докладывать вам и прилюдно говорить им спасибо. Потому что самое главное, ведь у нас правоохранительные органы не привыкли, что бизнес говорит спасибо. Ну честно, честно, так. Ну что, Иван Ильич, вы конец? Извиняюсь. Ну и конечно же, сегодня я хотел бы дать слово одному из важных таких институтов, которые сегодня стоят за защитительницами. Не радостно быть тоже частью его инициативы, то есть возрождание его. Ну а сегодня двое моих коллег уже являются частью, то есть, допустим, разбавляет этот институт. И в прошлом честь этого слова, Александр Ивановичу Успековичу, исполняющему обязанности бизнес-омбуссмена Крымской Республики. Игорь Васильевич, заместителем Крымарина, потом еще можно сказать. Добрый вечер, уважаемые друзья. Иван Дмитриевич, уважаемые предприниматели НАБА. Я думаю, роль НАБА трудно переоценить в нашей действительности. Это очень было много сделано. Я с 2011 года работаю в защите бизнеса. Я пришел когда в торгово-промышленную палату и удивился, почему у нас не было связей с нами. В то время Мурзай как раз возглавлял и наладили сотрудничество. Дай Бог, с Богом, они сделали там вместо. А в том числе и были не столько в дальнейшем. Я рад, что к руководству к нам приходят такие юридические люди, как сейчас данный момент Иван Дмитриевич. Наверное, в рамках этого статуса уже тесно стало. Но там поле непаханное, как говорится. Обглавляйте, достигайте новых успехов. Но, к сожалению, в последнее время качество государственного диалога, так скажем, ухудшилось чуть-чуть. Поэтому, я думаю, как раз-таки первая задача, наверное, как представителя руководителя секретаря, крупнейшая и устойчивая подставка, 75, да я сегодня? Количество членов? Да. Как раз-таки надо получить качественный диалог. Для этого я желаю всем членам НАДО поменьших успехов. Времена нелегкие. Возможно, впереди будет еще тяжелее. Из-за влияния глобальных кризисов. Я политически не знаю. Но, тем не менее, надо создавать условия для себя. А мы, как институт, очень рады. Конечно, всегда готовы оказывать содействие. В части какой-то экспертизы, либо юридической помощи. Поэтому, здесь мы всегда открыты. Только руководитель секретаря, много всех. Понимаете? Я надеюсь, в дальнейшем, я еще буду в состоянии, наверное, 50-летний юбилейного отметиться. Давайте, верзайте, успехов. Приглашаем обидцелить юбилей. Сомневаюсь, и шпуль банкета. Поэтому, давайте, я всем хочу пожелать, во-первых, кричайшего здоровья. Время тоже показал, насколько это важно. Это, оказывается, не просто слова. Даже от мирного неба над головой. Мы тоже сейчас перманем, да, в каких-то гетоклизмах пребываем. Ну, и успех объединит бизнес. Благоприятный бизнес. И надеюсь, что государство, наконец, поймет, что мы не только, так скажем, те, которые платят на работу, но и все остальные. Реально. Практически. Поэтому, еще раз позвольте поздравить вас. Пожелать всего в основном, что мы будем работать. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, и еще одно слово, как мне дать, одному уже очень активных экспертов наших, которые тоже очень активно участвуют в работе по улучшению КВЦ. Это, наверное, как я подумал, а сегодня... Не надо... Это так я себе позволяю обращаться. Да? Да, договорились. Это не по-ручному. Да, это то, что... Да, это у нас такая договоренность есть. Не по-ручному. Да, да. Просто, ну, какие отношения. А там, кто думает. А... Томсков сегодня, ну, хоть и не участвует в жизни, без бизнеса, да, но зато очень много занимается, ну, в России, свое время уделяет, женщин, генов, образование, то есть я не знаю, что надо написать еще, но активно занимается всем, что волнует нас, правильно? Правильно? Правильно. Поэтому, ну, так как мы взаимодействовали и когда-то были календарные сообщества в бизнесе, и сейчас, прошу вам слово, как человек, который... Ну, дорогие, я хочу вам всех подарить и к мультилетиям. Почему? Потому что, вы знаете, ну, ну... Я, конечно, помню, да, я, наверное, здесь кто-то тоже помнит, там, 90-е, потом 2000-е, и когда мы все были поодиночке, потом стали создаваться такие бизнес-ассоциации, которые были очень неустойчивые, многие там создавались, потом, как-то, куда-то исчезали, но, тем не менее, все-таки, а тут мы выросли, выросли, и вот, как это сказать, да, в начале нам создавалось 11, да? 11 всего лишь бизнес-социации, а сегодня уже 75, да? Это, вообще, сам по себе факт, на самом деле, вот, 10-ти цифра о многом говорят, да? Это говорит о том, что, по крайней мере, в нашей стране есть бизнес, да? Несмотря ни на что, да? Несмотря на всякие политические, экономические, там, социальные проблемы, но бизнес-социации, и, вы знаете, все время, когда я делаю исследование, мне очень нравится делать исследование, я все время теперь занимаюсь, изучаю вопросы экономики, там, социальные вопросы, я вот понимаю, что в нашей стране другого пути, кроме бизнеса, нет, нет. Такой, как, такой, сразу приходит на ум такие крупные бизнесы, да? Трудно-мобильных у нас мало, да? Тоже 100%? Тоже 100%? Тоже нет, да? И вот мы, я думаю, основная, вот, да, в основном мы предприниматели. Вот я и сейчас предприниматель, и была предпринимателем, и сейчас я себя ощущаю, и, на самом деле, я тоже предприниматель пока. Все еще. Вот, я почему хочу сказать, что, вот, но, знаете, я часто задумывала, вот о пути развития нашей экономики, да, нашей страны, и я думаю, что мы такие микро-малый бизнес, ну, кто-то средний, да, это не так много среднего бизнеса, но, тем не менее, важно, это наше преимущество большое, с нашей страны. И преимущество в том, что мы вот такие жвучие, мы выжили в любых условиях, да? И, несмотря на то, что сейчас происходят такие очень, мне кажется, нехорошие, да, тенденции в нашей стране, потому что идет монополизация, еще как раз через сферы, это путь в никуда, абсолютно. Вот, но я думала, что даже при этих условиях мы все равно будем живем, все равно будем сбоить. Потому что другого варианта в этой стране нет. И мне очень хочется, чтобы вот мы сами, как предприниматели, знаете, чтобы мы сами это познавали. Вот, ну, вот, к сожалению, могу сказать, что не каждый так понимает, понимает свою роль. Вот не надо стать предпринимателем, а другие, которые говорят, что мы, что мы такие. Голоса у нас нет, там, молодец может быть кожа, мы получать такие условия, там, об этом говорить лучше не будем. Но, на самом деле, у нас есть голод, у нас есть бизнес, ассоциации. То, что сегодня, сегодня, на самом деле, живем 5 ассоциаций и 5 ассоциаций в стране. Больше, да? По-моему, на площадке стоим, так, по-моему, более ска, да? 8. 80, да? Ну... Пять доберем сейчас? Да. Ну, ладно. Вы знаете, того существования, вот этих бизнес, ассоциаций, то, что они уже работают в один, в 15 лет, да, там, что там больше? Это тоже говорит о том, что мы все-таки коллективы, мы можем выживать, и у нас есть куда расти, не смотря не на такие, ну, не на такие сложные, которые нам приходится переживать. Но, опять-таки, вот, вы знаете, я просто приведу некоторые цифры, в которых я сделала исследование. Вот писала даже во время ГУПИТа, у меня пришло там вдохновение, я с партнерской экономики и ищи, исследовала наш бюджет, наши страны, там, все прям вытащили, вытащили все цифры. И вот я понимаю, что 85% вклада в экономику – это бизнес, это не государственный вклад, это, понимаете, это вклад в бизнесе, это вклад среднего, там, малого, там, ну, это огромный вклад, по-моему. И, к сожалению, они все это понимают. Далее, вот смотрите, 80% госбюджета – это чей вклад? Вот, опять-таки, это налоги от кого? От бизнеса, вот от этих мелких предпринимателей, да, которые, там, на базарах стоят, в салоне, там, кто-то в такси, кто-то еще. Вот это все, это мы. Но мы немножко себя, ну, не немножко, я бы сказала, сильно на себя не дали. Мне очень хочется пожелать, вот сегодня, в этот день, да, день отношения, чтобы мы все-таки оценили себя по-достоинству. Мы, чтобы мы гордились своим банем-предпринимателем. Вот, например, для меня баня-предприниматель, она вот вот, 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 вот. Я просто всегда представляю, что, вот, вот, когда, ну, вот, 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 я тоже предприниматель, я понимала, что это вот человек, из которого выкинули пьян, да, вот, попробуй выкрыли из него. У тебя, вот, вот, там, штарики все внутри, попробуй, вывелись на эту дверь. Просто выкрыли – это уже огромное, да, достижение. А еще не удержаться. А те, кто удерживает, это по 5, 10, 15 и больше лет – это настоящие герои. Вот поэтому я всем пожелаю вносить гордо это звание предпринимателя величной ассоциации, принимать активное участие, поддерживать национальный альянс бизнес-ассоциации, да. Ну, и мне очень радостно, мы с Иваном много лет знакомы, и, когда вот Иван сообщил, я говорю, ну, точно, потому что он человек, сколько энергии, мне тоже надо отдать должное и обязательно поддерживать. Давайте будем поддерживать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Будем поддерживать, это я за. И вот мы рады видеть тоже гостей здесь нашел АСКАП. Наш коллега, вектор МДС. Можно, пожалуйста, взять. Как-никак, МДС плечо, плечо всегда стоял СНАПом, всегда поддерживали. И как-никак, я думаю, АСКАП он будет большой знамен и будет я думаю, что может кто-то бы сказать свое мнение, да, в связи с тем, что это так следует удовольствием, удовольствием, потому что очень приятно видеть близких наших коллег, друзей еще в такой интересной обстановке, я не знал, что здесь проводится, как приятель Иван Дмитриевич, много что нового откроет Не, вообще, вот, надо, оказывается, вводить мероприятие, вот такой формат, где на удобных креслах сидишь, да, на диванчике, на тесне что он как ток-шоу, особенно на столбик вы зайца посмотрел, настоящий ток-шоу Очень приятно всех видеть, потому что мы встречаемся, в основном, на рабочих совещаниях, круглых столах все здесь знакомые, коллеги, друзья и неформальные обстановки не так часто встречаемся но особенно приятно видеть юбилей вот такой организации НАБА то, что НАБА просуществовало и успешно отвечает 15-летний юбилей это уже свидетельствует о том, что организация состоялась как минимум устойчиво, организационно, финансово, видимо за все эти годы секретарь НАБА возглавлялся, ну, виднейшими таким представителями бизнеса общества Лук, Удербай, Скендер, Скалбек, Атмартов Ну, Татьяна Михайловна тоже, да? Да, да, да Сергей Васильевич, ну, практически все и сейчас на руководство приходит Иван Дмитриевич наш уважаемый коллега, товарищ, которого давно знаем еще по ассоциации таможенных брокеров и по всем другим направлениям очень активный представитель, я думаю, с достоинством пронесет вот это знамя НАБА и на еще дальнейшие месяцы, годы и нам станет таким акселератором, как сейчас так модно говорим для ассоциаций, для бизнес-ассоциаций, вообще для лидеров бизнес-сообществ, для экспертов и для всех, кто хочет делать бизнес-среду, эмиссионный климат, они лучше здесь все объединены вот этой идеей, чтобы хоть каким-то образом нести вклад в развитие страны вот эту миссию, вот эту философию, эту НАБА успешно проводит, ведет тем более, что НАБА, наверное, является здесь примером демократии того, как можно сделать самоуправление мы так со стороны, но все равно наблюдаем, но все равно знаем, что решения принимаются коллективно, согласовывают, постоянно идет ротация, постоянно отчетность и постоянно есть тот секретарь, который все это делает вот отличный пример, как можно на ровном месте, даже без регистрации сделать устойчивую бизнес-ассоциацию это примет гражданской организованности без денег, без регистрации, без лишних формальностей вести и проводить такое, все это прекрасный пример это, наверное, то, чем мы гордимся в нашей стране я всегда говорю, когда иностранный партнер, гости спрашивают что такого интересного у вас особенного мы часто можем критически относиться к этому, но к чего у нас не отнять, а у положительного это наша самоорганизованность в обществе это проявляется в любых политических ситуациях начиная от пандемии и, конечно, любыми политическими кризисами мы всегда самоорганизованы и для этого не нужно никому главенству, общество само все это делаем и развиваем вот пример этого в том числе очень рады и дай Бог, чтобы эта организация еще просуществовала годы и десятилетия как коллеги отметили и чтоб мы вот так вот в теплом кругу общались, отмечали положительные события как вот сегодня у меня коллега из канал когда спрашивают что бы положительного отметить сложная расходка я скажу положительное потому что у нас всегда есть что-то обязательно положительное давайте по хорошим поводу все верно дальнейших успехов вам уверены что вы дальнейшим большим успехом прилетете и просто с вашей помощью в детском сотрудничестве обязательно мы со своей стороны максимально готовы помогать где где нужно увлекаться будем вместе двигать экономику и всю страну спасибо большое спасибо он действительно всегда был с нами но это отдельный квази такой орган где крупняк собрался из ассоциации ну это малые, средние и все остальные а у них там посерьезнее но не в этом дело главное не количество главное качество вот здесь качество это радует спасибо большое сейчас мы вам дадим слово есть нет 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 для нас является сегодня тоже очень важным институтом противодействия коррупции защите прав и интересов граждан включая и предприниматели которые тоже является человеком да пожалуйста если вам удобно большое спасибо что пригласили меня на заседание я многих здесь знаю многие здесь сидящих членов в том числе НАБО являются членами конструкционного совета 15 лет это как бы и много да ну и мало я посмотрела вид и увидела Аскар там такой молодой да многие достаточно молодые да с этим дозором сейчас тоже абсолютно молодые и такая же энергетика у вас в глазах Саня мы с вами ставили институт общественного совета и так далее то есть каждый из вас каждый из нас вносит свою лекцию как говорят для развития страны я помню НАБО очень хорошо в 12-13-17 года работал в Министерской экономике именно бизнеса да мы продвигались со стороны верстанского сектора бизнеса то он здесь продвигал со стороны бизнеса да я просто хочу сказать что вот здесь была разная фотошка мы объединяемся и выжить это наше фото мы должны это понять и опоздать потому что на самом деле вот казалось бы в 12-13 вот такие вызовы были в то время да их сейчас не меньше мы опять же стоим перед многими вызовами я думаю что только вместе мы сможем это преодолеть на самом деле ну и сохранить экономику сохранить бизнес мы вот совет тоже стараемся но у нас как я уже сказал у нас там и граждане и бизнес да поэтому то просто я хотела сказать что да у нас прописано положение по одним из основных задач является защита бизнеса не но через какие-то инструменты это мы должны решать вместе с бизнесом с вами вместе да вот а вот что касается именно непосредственно и я а я а не но но не пока что нет мы для себя какая у нас политика реальная, практичная политика именно альфрационная политика которая бы очень хорошо помогла в бизнесе к разуму, бизнесу и все же так далее я думаю, что вот эту миссию, которую мы для себя определили на год, мы его выполнили и дай Бог нам профессию, если будут создать и тогда у нас пойдут в вашем участке, вместе с вами такие реальные дела не бумаги, а именно реальные дела я вас благодарю и желаю ну, мы председатель вашей жизни я уже слушаю вашим пожеланием да, хотя вы не ходите, но я же говорю совет, да большинство, например у нас есть бизнеса аскара аааа ну этого достаточно зачем мне это а девчонам мне скажут, расскажут дадут указания будем выполнять спасибо большое все, большое вам спасибо все, уважаемые гости давайте в голову я просто хочу сказать я сейчас не могу рассказать но так получилось что я сама добровольно досталась это надо это есть что если не могу все и и Продолжение следует... ...когда они руководили, что они делали и, как сказать, помнили, что их заслуги... И самое главное, Сергей Васильевич всегда правильно подмечает, подсказывает, что не то, что вы руководили и забыли, а подсказывали, направляли в молодежь. Это про меня. Так, ну, нашему модератору, первому руководителю от ВДК, второму руководителю уже самостоятельной структуры, создателю и привлеченному нашему аналитическому центру «Бизэксперт». Но это все было сделано, это действительно достижение, он сам не мог о себе так много и хорошо говорить, поэтому я скажу пару слов. Ну, поздравляю его. Спасибо. 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 Сергею Пономареву. Спасибо. 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 Спасибо большое, коллеги НАБА, это наша жизнь, наша судьба. Татьяна Михайловна, Тулу, Азиза и многие другие, когда там все сдавали, кто бы подумал, что через 15 лет мы вот так соберемся. Я помню, когда 13 ноября мы собрались вот напротив края, как это там? Да, 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 да. Забрались и решали проблему, связанную прежде всего с налоговой потенцией, потому что налоговой потенцией тогда была главная угроза для бизнеса. Друзья, сегодня угроз тоже много, поэтому поддерживайте. И когда я вам, Дмитриевич, говорил, что делать, брать не брать, я говорю, слушай, как говорят, если с мафией невозможно бороться, надо ее возглавить. Я говорю, иди возглавляй. Ну, что-то не соглашусь, это хорошая структура. Но похвально, что у человека есть желание, потому что здесь многие были в этой шкуре, и знают, что за это никто ничего не доплачивает, и знают, что здесь больше как бы только ответственности, иногда трудности, потому что начинают отвечать не только за свой вид ассоциации, но у всех, у кого есть проблемы, куда идти? Надо это. Так что давайте пожелаем вам Дмитриевичу, чтобы он достойно отработал и потом передал астафету кому-то здесь присутствующим. Всем желаю успеха. Спасибо. Спасибо. Ким Татьяна Михайловна, позвольте вам получить эту почетную грамоту. И она единственный человек, который взяла на себя ответственность в оргкомитете по, как сказать, организации приема-передачи, потому что мы с Талией Гвардей привыкли к бумажным этим самым формальностям. Все она приняла, все мне рассказала, подсказала, и вот ее первая помощь. Спасибо ей. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . . Спасибо. 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 . . . . Так что. Ну, опять же, законопроекты, которые позволяли чрезвычайно определенные меры, которые они по отношению к бизнесу. Вот это все, конечно, навалилось. Здесь я обязательно хотел бы сказать большое спасибо поддержке тоже. в центре бизнес-бизнес-инновации ПИК-проекту. Они поставили одно условие сказать. Мы вам сделаем офис. Мы тебе позволим там экспертов каких-то использовать. Только откровенно не иди блок в политику. Ну, то есть, не воюй с правительством. Потому что мы бизнес пройдем, мы до бизнеса. Да. И в этот момент было тоже лавировать, да. Как это подкритиковать и забылки развивать, когда он прыгнет и не поссорится с властью. Это было непросто. И отсутствие опыта сказано. Выражаю большую поддержку каждому члену. А нам, особенно всем тем, кто очень активно участвовал. Потому что удалось лавировать, да. И говорю, пока нам было. Пожалуйста, есть. И большое спасибо Иван Дмитриевич. Потому что вы тоже преподнали уроку, да. Как надо все это делать. Опыта в организации подобных мероприятий не было. Для меня очень ценным. Поэтому большое спасибо, большое спасибо всем. Я думаю, что у Сергея Васильевича работа будет очень много интересных. Иван Дмитриевич. Так что дальше прославить. Иван Дмитриевич. Давайте тогда, Иван Дмитриевич, у вас сразу следующие два влечащита за включение сертификатов. Да. И потом ваше... Нет, еще у нас, еще один приятный повод, у нас мы чествовали сегодня наших, как сказать, ветеранов, наших руководителей, экс-руководителей, которые внесли огромный плат. У нас есть еще по результатам этого года было 6 грамм, но по 5 не пришли, у одного сегодня покрыто день рождения, мы его все в группе поздравили, пожелали ему вручим на первом собрании в декабре остальным. А сегодня Леонору Казакову, прошу. Вы видели ее во время слайд, не слайд-шоу, а во время коротких роликов, где она внимательно слушала инвестсоветы на площадках НАБА. Позвольте вас поблагодарить и зачитаю за профессиональную поддержку и защиту интересов предпринимательского сообщества КНР в рамках деятельности Национального альянса за 2020-2022 год. Это вот последний период и мы вас поздравляем. От лица не экс-руководителей, но активных, пожалуйста, по словам. От лица активных, наверное, хочется сказать, как руководители, наверное, не очень многочисленной ассоциации. Ты понимаешь, что вот здесь одна компания юридическое лицо, а есть еще несколько, и у всех такой разный взгляд, подход. Есть вещи, которые у нас объединяют всех, есть какие-то даже иногда конкурентные вещи, которые создаются и внутри ассоциации, да? И именно на примере, наверное, НАБА видишь, как надо себя вести, как надо консолидироваться, что надо делать. И действительно чувствуешь, что вот если что-то не получится здесь, то еще есть вот такая большая площадка, страновая площадка бизнеса, которая тебе действительно не даст упасть. И во многом рассказываешь, что ты делаешь, делишься тем, что происходит именно с членами внутри своей ассоциации. Понимаешь, что такая площадка нужна, ее надо привлекать, привлекать все большее количество членов. Если мы будем расширяться, то мы действительно будем единым голосом бизнеса, к нам будут тебя прислушиваться. Вот, поэтому нам надо расширяться. Спасибо всем. Спасибо. Ну и еще очень приятная моя миссия, это, ну, главное, мы с вами вручить эту грамоту почетную. Он не был экс-руководителем, но в должности вице-президента торгово-промышленной палаты, он столько сделал для того, чтобы мы вместе добились таких достижений, что мне просто не могу не включить, не могу не включить его в списки награжденных и пожелать ему добрых успехов. Значит, еще раз в двух словах хотел сказать, что если первый период 15-летний был связан с тем, что мы защищали бизнес, то сейчас у нас все-таки основная миссия и задача – это развитие бизнеса. И сформированный институт бизнес-опускмена дает возможность нам, как сказать, иметь железный тыл по защите. Пожалуйста. Спасибо. Поздравляем. Благодарю за признание. Много говорить не буду, уже говорю. Еще раз всем успехов. Звучит честь мирного неба над головой. Побольше денег. Хорошо. Так, ну что, господа, товарищи и дамы, и все присутствующие здесь, уважаемые лица. Ну, сейчас самое приятное для меня. То есть представьте, короткий период, 3-го числа протокол подписали о моем назначении, 3-го ноября этого года. Сегодня 15-е, 12 дней. И у нас уже 4 ассоциации подали заявление о вступлении. Вот хотелось первое. Ассоциация юридических лиц, ассоциация рыбных хозяйств. Пожалуйста. Ленат Досаев. Прошу любить и жаловать. Держите, это уже ваше. Это уже ваше. Ну, и в качестве своего пожелания нам на будущее, своего желания вступить. И некоторых еще аспектов, которые сейчас будут отражены. Слово, пожалуйста, вам. В общем, большое спасибо за то, что действительно мы писали в вашу среду. Я очень много наслышан о вашей работе, которую вы проделали. И вот большинство присутствующих, которые здесь я лично знаком, знаю по совместной работе. Очень приятно видеть вас. И я очень рад, что в дальнейшем, как вы сказали, не только защищать бизнес, а развивать. А наш бизнес, он молодой. И надо его, конечно, подвигать, увеличивать. На сегодняшний день, если мы увеличили, дойдет товарная рыбка где-то в 100 раз. То есть мы где-то делали небольшой объем, а на сегодняшний день 30 тысяч, по-моему, по-моему, 15 тысяч уже идут за рубежом. Мало того, он еще расселяется другими видами там. Переработка, производство, кормовка, комбикормовка. То есть очень стало проблемнее. И, естественно, мы пришли к вам. Спасибо вам большое. Перспективные вы наши. Вы мне сказали о том, что в качестве своего вхождения, в качестве фишки, сейчас мы будем во время ужина есть бутерброды с икрой. По развитию услуг логистики КВСК Американская Ассоциация. Бабур, вам сейчас позвольте вручить. Так, где наши, где наши, да? Сюда, сюда, сюда сразу. Это будет интересно. Значит, прошу фотографов поближе подойти, потому что здесь логотип Ассоциации, который сегодня вступает. Это наш их сладкий подарок всем нам, сегодня собравшимся. Кто нашел время, сегодня прийти. Аймин Аймин, позвольте вручить руководителю КВСК Американской Ассоциации по развитию логистических связей Вручить сертификат участника. Нашей семье прибыло. Так, ну и позвольте передать вот этот ваш... Так, поближе, поближе сфотографируйте. Вот, подождите сами, это ваш подарок нам. Сейчас мы ему потом передадим. Наши были, такого не было. Конечно, я же не просто пришел, я с опытом. Потому что я не такой несу, я взял. Народ несу. Народ несу. Так, ну что, пару слов. Здравствуйте, меня зовут Павлова. Кому можно обратить человека? Наша ассоциация, вообще наша работа заключается в том, что мы занимаемся проведением сухой аутсорсинг на штате. А сфера довольно новая, буквально 6 лет, и ассоциация буквально недавно появилась. Плюс нашей ассоциации в том, что основной старт людей, которые работают, это молодежь. Да, от класса, как и селек, на данный момент уже 20 членов ассоциаций до конца заведения. Это наши планы, чтобы более 100 человек было. Очень большое спасибо. А, Агрес, я могу не помнить, это очень нравится. Спасибо, что в последний раз. Дай Бог развития на друг. Спасибо. Мы нас пригласили на московой штурм, как молодежное крыло нашего альянса. Так, ну и еще очень приятно представить сегодня нашего уже неизвестного, то есть это не тот, который сейчас вступил, тот, который, будучи в НАБА, усилился и сделал свою ассоциацию, привел их там. Ассоциация эритических мир, зеленый альянский облистан Арстан Кадыров. Пожалуйста. А вот вы знаете, что у нас это очень сильное крыло. Зеленая сегодня экономика тема, это просто супер, это тренд. Ну, я думаю, с его вторым приходом в качестве уже руководителя бизнес-ассоциации, ну, мы усилим это крыло. Поздравляю вас. С тупым. Во-первых, поздравляю НАБА, против с юбилеем. Первый раз мы стесняли в 2016 году, как международная ассоциация предпринимателей. Это ассоциация гигантов предпринимателей по СНГ. Мы были в семье НАБА. Сегодня мы наступаем как зеленый альянский облистан. Это ассоциация, работающая в сфере зеленой экономики. Ассоциация молодая, основана в 2019 году. Очень амбициозная. Куда входят 50 крупных флагманских организаций, работающих в этой сфере. Я думаю, объединив усилия СНГ, мы достигнем большего в сфере продвижения зеленой экономики. Еще раз поздравляю. Значит, у нас есть четвертая ассоциация, но первые три были приняты на первом, неочередном собрании, посвященном 15-летию. А четвертую мы в декабре на нашем очередном общем собрании вручим.